Так вот, переходим конкретно к тем технологиям, которые дал Григорий Петрович в этом семинаре, в этой лекции. Он говорит, что эти технологии очень простые, воспринимаются очень легко, но это совсем не значит, что они недейственные. Они могут быть очень сильные, все зависит от того, от степени духовного настроя, от степени духовного настроя. И вот выделение, в данном случае, именно числа, например, 1, заключается в том, что вы можете, вообще говоря, определить таким образом число, что просто, имея физический образ числа в верхней половине, определить эту половину, соответствующую как уровню макрорегулирования, а нижнюю половину рассмотреть как уровень просто навсего, например, реализации, там частные задачи. И при этом интенсивное свечение, которое вы воспринимаете, во-первых, дает возможность, либо насытить, например, управление, то есть сделать свечение этого числа наиболее активным и в той, в первой половине, или в нижней, геометрически. Когда мы занимаемся решением своих проблем, например, излечением и восстановлением здоровья, то, концентрируясь на числе 1, мы понимаем, что вот в этой верхней части находится область макроуправления, макроспасения. И тогда свет из этой области идет в внешнюю часть числа. Числом определено будущее. То есть мы, занимаясь излечением, конкретно определили, что мы излечиваем человека, полностью излечиваем человека. И тогда свет из этого числа, из этой единички, например, поступает в тот конкретный орган, который требует восстановления. То есть свет поступает в конкретный орган или в конкретную точку человеческого организма, который мы восстанавливаем. Или, говорит автор учения, что этой единичкой, этим числом, можно нормировать реакцию в атомном реакторе, которая пошла в непредвиденном направлении. И тогда свет из этой единички пойдет конкретно в ту молекулу, которая явилась причиной непредсказуемости реакции. И тогда вся реакция нормируется. Эта единичка может управлять ядерными реакциями. Это все так просто, когда вот здесь будущее заложено конкретно в форму, в форму числа.